На эту последовательность иногда смотрится с точки зрения теории графа. Давайте рассмотрим граф П. Как он строится? Значит, граф имеет множество вершин и множество риотов. Множество вершин устроено очень просто. Это все наше множество вычетов. От 0 до b минус 1. А x соединено с y. Две вершины из графа соединены. Тогда это тогда, когда x минус y принадлежит множеству вычетов. То есть иными словами, тогда это только тогда, когда x минус y есть квадрат для некоторого а. Квадрат для некоторого а. Граф этот не является симметричным, увы. Потому что если разность x минус y квадрат, то отсюда вообще не следует, что y минус x квадрат. Да? Вот. Но можно в некоторых случаях считать, что этот граф симметричный. Так, давайте вычисления произведем. Давайте посчитаем символы из жандра от числа минус 1. Так, 1 мы уже посчитали. Это 1. А что такое символы из жандра от минус 1? Является или минус 1 в квадрат или нет? Ну, по формуле Элера это минус 1 в квадрат. Правильно? И мы видим, что это 1 или минус 1 в зависимости от того, какие остатки по модулю 4 уходит. То есть, если p равно 1 по модулю 4, то что получается? Значит, p получается 4k плюс 1. Если я поставлю 4k плюс 1 сюда, то получится минус 1 в четной степени. Значит, это будет 1. Правильно? А если p равно минус 1 по модулю 4, то у нас получится минус 1, потому что тогда после сокращения на двойку у меня будет нечетное число, значит, 10. Что же тогда получается? Получается, значит, смотрите. Что можно сказать про множество... Когда же эта вот стрелочка будет твердна, да? Когда x минус y квадрат, то еще что y минус x квадрат. Значит, темными словами, тогда то, что a по модулю p равно 1, влечет, что минус a по модулю p равно 1. Ну, смотрите. Ну, смотрите. Минус 1 по модулю p, это минус 1 на символу для жанра от этого. Потому что это есть произведение минус 1 на произведение a на b. А минус 1 равно 1 в точности, когда p равно 1 по модулю 4. Правильно? Получается, что a вычет и минус a вычет, тогда это тогда, когда p равно 1 по модулю 4. Правильно? Значит, 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 вот этот граф p симметричный, ну, то есть неориентированный, да? Когда это тогда, когда p равно 1 по модулю 4. Давайте какой-нибудь пример. p равно 5, да? Значит, у нас f5 это просто 0, 1, 2, 3, 4. Давайте нарисуем этот граф p. Давайте так вот изобразим его вершины. 4, 2 и 3. Давайте множество вычета тут напишем, да? 1, да? 1, да? Дальше 2 в квадрате это 4. Вот и все. Потому что r равно минус 1 пополам, это 5 минус 1 пополам. В r больше других элементов нет. То есть квадрат это 1 и 4. Так. Хорошо. Давайте посмотрим. Вот у нас множество из 5-ти элементов. Между такими элементами мы должны провести, значит, ребра. Ну, 0 и 1. Они соединены, потому что разность между ними единица, да? Значит, а единица это вычета. 1 и 2 соединены, потому что, опять же, разница единицы. Значит, вот так вот. И 4 и 0 соединены, потому что разница между ними это 4 и 4 тоже вычета. Понятно, да? Есть ли тут еще какие-то стрелки? Ну, нет. Что такое вообще стрелки? Мы берем какую-то вершину и смотрим все другие. Так что разность между этой вершиной и этими вершинами есть куча, да? Поэтому, конечно, из любой вершины исходит в точности мощность R стрелок. Правильно? Правильно, да? Это называется регулярный граф. Значит, у любой вершины, вершины, соседей, ровно P-1. И 10 х Luisин вёл, которую мыwise всё потbolкаем, котлово П-1. То есть вот, снимаем.